здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет я нахожусь в центре города на реке свит в сквере корабелов прекрасно чудесном месте нашего города и не просто так я иду сегодня на сельскохозяйственную ярмарку обычно у нас такие ярмарки происходят весной и осенью осенью ярмарка намного больше весной чуть меньше иду под девизом мне ничего не надо я только посмотреть не знаю верю ли я своим словам но пока девиз такой ну как правило бывает что-то обязательно нагляжу приглашаю вас вот там ярмарка приглашаем вас вместе с мной прогуляться и посмотреть издают картофель семено и на виду покупают там как правило вот там все продукты продают посмотрим что здесь есть очень понравились мне эти птички свистульки купила конечно же своим внукам ну и просто полюбовалась на те предметы которые люди делают своими руками это такие предметы они для души очень приятно что на ярмарку привозят и вот такие творческие различные поделки особенно такого очень много осенью сейчас поменьше конечно было но все равно приятно любого посмотрим где толпится народ значит что-то интересно здесь рыбу она продает я так думаю рыбка курюха курюха наша любимая рыбка в это время года ну а по теперь потом вернусь куплю со свистульки детям внукам а мне надо меду купить и поглазеть помните я рассказывала вам про лилейные деревья вот тут они продаются ежегодно видите какие фотошоп и это о чем я писала в дзене и вообще вот такие деревья спасибо пожалуйста покупайте лилейный так кто тут у нас питомник ломоносевский питомник ой какая красота сирена штамбе вообще красиво смородины яблони вишни есть на штамбе есть просто очень здорово питунья лобелия да сегодня сразу видно что очень мало а еще туда завернем здесь мясо куры началась продовольствие что называется миску какое красиво а почем мясо выше вот эти на косточке по 600 стейк а это стейки ага понятно по 600 дальше тут тоже мясо мясо вот говядинка везде говядинка агроферма рассвет это наше место миску вот тут и цены есть шея 550 легкая на косточке 550 ребра 430 выроска 650 мы пойдем теперь в те ряды где торгуют цветочками это тоже друзья дорогие плектрантус только очень сильно отличается от ангельных или других видов дуболистного или других видов плектрантуса ну а здесь вот мы видим мяты кстати говоря мяты как я и говорю стоит недешево здесь мяты представлены несколько видов всего лишь по 200 рублей а вообще в городе мяты покупала даже по 350 рублей вот такие эти мяты ампельные петунии вот здесь в рассаде представлены по 200 рублей калибрахуа по 200 рублей бакопа и фуксия тоже по 200 рублей все вот в одной примерно цене очень красивая рассада анютины глаза крупные анютки одна штучка 50 рублей кстати кустовая петунья тоже разных видов стоит 200 рублей пиларгония по 200 рублей показываю качество как это выглядит гортензии метельчатые представлены несколько сортов ну а и они везде есть на ярмарке но ценник конечно приличный понятно что они не одногодки но стоит 900 рублей все-таки трага бегонии даже не уточнила сколько стоит они еще не проснулись а мои бегонии из клубни которая покупала ирина кормили цены уже на бутонах ну хвойные посмотрите 1000 1200 смарагды по 800 руб большие туи 3300 туя даника 950 рублей барбарисы тоже представлены в нескольких местах и цена почти везде одинаково по 700 рублей стоит барбарисы но в принципе тоже не так и дешево хосты стоит 400 рублей вообще конечно если честно сказать то цены на ярмарке ну поражают тем что мы считаем что все-таки это дороговато при том продавцы очень плохо соглашаются на скидки это я уже тоже заметил я выбирала себе клубнику потому что у меня целая грядка клубники в этом году просто не перезимовал это можно сказать первый раз за огромный мой опыт по выращиванию клубники просто напросто на под таким огромным снегом выпрела клубника была молодая отлично прижившись и поэтому я ходила и выбирала себе клубнику ну вот выбрала здесь отличные кусты клубники прям с отличной корневой системой я почему говорю потому что пришла и сразу посадила выбрала сорт сирия альба и фестивальная ромашка сказали фестивальная ромашка это как раньше было фестивальная только улучшенная все ходила и думала чтобы такого купить для души на чтобы мне очень очень хотелось вот для души выбрала две лаванды это лаванда такая более обычная лаванда узколистная потому что большие кусты были представлены лаванды такой южной у нас который плохо зимует ну и еще естественно встретила своих подружек вот татьяна павловна с канала записки цветовода выбирала себе новое растение тоже для души ей почему-то захотелось купить пиларгонию пошутили конечно на эту тему вроде как много у нас цветов но вот конкретно этого цветочка точно вот дорогие друзья клубника которую я купила сегодня несколько сортов грядка у меня была готова с осени но вот первый раз можно сказать за всю жизнь не перезимовала клубника но я думаю что из-за снега просто выпрела она действительно такая прелая поэтому часть отсюда я взяла и до сажала вот на эту грядку под спонбонд а здесь уже готова заправленная гряда поэтому ничего даже добавлять не буду и сейчас сделаю перевалку мне почти хватит на всю грядку правда я всегда сажаю вот по два или по три гнездышко но сейчас посажу по одному теперь это такое дело не дешевая усики потом присажу усики уже в августе месяца и на следующий год получится полноценные кустики так что вот хорошо что и грядка готова